Здравствуйте, с вами снова Андрей. Продолжаем играть в Тутулу-Ратилу за Западную Римскую Империю. И на нас напали алиманы, которые нас в прошлой серии предали. Но здесь мы должны отбиваться, потому что, так сказать, у нас вполне достаточно сил для обороны. Так сказать, неоднократно мы побивали армию примерно такого размера небольшими гарнизонами. Но у кого-то противника довольно бестолковый, не прокачанный. Так что я думаю, что имеем мы все шансы. Так. Так, ага, здесь у нас карта с амфитеатром. Ну, в общем, совершенно стандартная представительная карта с амфитеатром, которую показывал я ни разу, ни два. Здесь, я думаю, она имеет опять же все шансы сработать. Вот. Ставим вперед копеечиков, дальше меньше. Ну, вы знаете, все это дело уже. На. Что касается исторической справки в этой серии. Вы знаете, я немножко посмотрел, так сказать... Немножко посмотрел интернет-источники и нагуглил, что оказывается, по крайней мере, трое из тех патрициев, которые у нас имеют место в игре, это реально существовавшие исторические персонажи, то есть они не андунные ребята, как я думал, поначалу. Собственно, все трое этих людей связаны между собой. Это квинт Аврелий Симах, который у нас... Сейчас я его поставил руководить Италией, да. Это Витя Агурит Претекста и Вири Никомах Плывиан. Значит, все эти люди были, ну, дружили между собой и входили в так называемый языческий круг. То есть они все, так сказать, выступали за возрождение римского язычества. Что, кстати, весьма интересно на фоне того, что... Знаете, вот на фоне... Вот если вот подумать о вбрасываемых игру в идеях, весьма интересно, что, например, христианство ничего не дает, а язычество дает бонус к санитарии, да? Вот. Да и, по-моему, даже и дикты более выгодные дают. Вот. И единственный исторический персонаж, который здесь есть, по крайней мере, про остальных не нашел, честно вам скажу. Может быть, про них есть. По крайней мере, в русскоязычной Википедии я нашел только про трех. Вот. Это именно деятели язычества. Довольно интересно, на самом деле. Я ни на что не намекаю, но, так сказать, думайте сами. Вот. Собственно говоря, вот это вот Квинсимах, вот этот усатый дядька, который у нас заседает в Италии, оказывается, был очень знаменитым оратором. Более того, он был лучшим оратором в Риме. И, кстати, он единственный из этой троицы, соответствует, скажем так, игровому времени. То есть, на самом деле, им немножко поменяли годы жизни, потому что претекстат и Камаха Плаян, они должны были уже помереть к моменту начала событий кампании. Конечно, можно сказать, что это может быть какие-то няня, типа их полные тезки, рандумные какие-то, да? Но сомнительно, что это так. Скорее всего, скорее всего, все-таки подразумевались именно эти исторические персонажи. В общем, короче говоря, вот этот вот Квинсимах был очень хорошим оратором, выступал против христиан. Надо сказать, что был даже сочинен христианином, поэтом, пруденцами, если не ошибаюсь. Даже специальный труд против Симаха. Короче говоря, оратором он был весьма неплохим. Значит, вообще все эти товарищи, они между собой еще потом породнились, то есть, там, их дети, я уж не помню, чья дочь там вышла из-за чего сына, потому что это не так важно, но тем не менее, вот трое таких товарищей у нас в игре присутствуют. Значит, Симах, он прожил где-то до 402 года, он тоже был уже довольно пожилым человеком в этот момент, воцарение Гонория. А вот двое остальных, они уже должны быть, так сказать, мертвы, от самого начала кампании, но нужно понимать, что здесь и Гонорию изменили годы жизни, потому что Гонория-то должен был, ему же на момент старта кампании в реальности было 11 лет, а здесь ему сделали 16 лет. То есть, он всего, получается, на год младший Аркадий, он был довольно сильно, младший Аркадий, если не ошибаюсь. В общем, короче говоря, вот, например, Верифлавиан, насколько я помню, он имел определенное влияние при Евгении. И Евгений это был Верпатор, с которым сражался император Феодосий, и которого, соответственно, Феодосий победил. То есть, в принципе, можно сказать, предыдущим перед Гонорием, императором Западной Мариинской империи, был это самый Евгений Верпатор. Евгений был очень, на самом деле, интересной личностью, потому что он, с одной стороны, был христианином, а с другой стороны, он выступал против гонения язычников. Вот, за что многие другие, более ортодоксальные христиане, его, в общем, считали, что он не искренний христианин. И некоторые языческие товарищи, в том числе, вот, Троица, они имели определенное влияние. Хотя нет, Протекстат-то, по-моему, помер еще где-то в 383-м году, то есть, он до Евгения не дошел. А вот, Верри Флавиан, он занимал достаточно серьезные посты, насколько я помню. Или я их путаю, или я их путаю. Черт. Честно говоря, не выписал я себе все эти факты, потому что, честно говоря, вот просто, понимаете, про Текстат я что-то о нем слышал. Вот, вот, буквально совсем чуть-чуть, краем уха, но я думал, что можете ошибаюсь, может кто-то не тот, ну, по всей видимости, это именно тот товарищ. Вот именно поэтому я решил загуглить, что называется. Всех этих ребят. То есть, короче, при Евгении пытались немножко восстановить влияние языческих культов. Это тогда обеспокоило, так сказать, тогдашнюю папу. Точнее, там даже был, по-моему, самым влиятельным еще не папа римский, в то время епископа Медиалана. Ну, в общем, в общем, при этом надо сказать, что с другой стороны именно при Евгении, по-моему, был погашен конфликт один, как раз одним из этих деятелей был погашен конфликт в католической церкви, когда, ну, вы знаете, что помимо пап, иногда в католической церкви появляются так называемые анти-папы, то есть, ну, на самом деле просто люди, которые тем или иным образом победили на место папы римского. и вроде как по мнению тех, кто потом победил, да, они делали это незаконно, да, вот, на самом деле, что интересно, далеко не все они как-то прокляты церковью, что вообще-то иностранно, но тем не менее, вот, в частности, один из этих анти-пап как раз был, так сказать, в те времена и был, собственно говоря, разугнут, разугнут товарищей из языческого круга, что, в общем, способствует консолидации консолидации католической церкви, протокатолической церкви. Так вот, интересно. Протекстат вообще считается, ну, можно сказать, философом, самым настоящим одним из, так сказать, последних деятелей языческого возрождения, так называемого, да, была такая, ну, некая попытка возродить языческие мировые времени со стороны знатель, да, ну, в общем, в принципе, даже сохранилась, кстати, переписка клинтасимаху и предпекстатору, вот, то есть, именно по этой переписке, там, причем, переписка такая довольно большая, по этой переписке они, по основному, знают. О них, они были, весьма, кстати, известными деятелями в то время, то есть, о них, был еще такой макробий, несколько более поздний, так сказать, генетик культуры, я даже не знаю, как его лучше назвать, вот, у меня, кстати, опять начались подвесончики в игре, вот, ну, опять же, это все связано с моей видюхой, сейчас я должен отмысить, вот, видите, все отмысило, вот, так он сделал их достаточно видными персонажами в одном из двух своих не более известных произведений, было два произведения, сон с цепиона и сатурнали, вот сатурнали ходили, в общем, как-то так, то есть, оказывается, тоже были исторические персонажи, возможно, кстати, у Восточной Римской империи тоже, там, просто, исторические персонажи, в качестве Патриции все равно, не знаю, знаки, может, Патриция это все-таки что-то связанное с Римом, по-другому, так, ну, что у нас собираются убегать, ребят, не? да, кстати, надо сказать, что вот этот вот Бери Флавиан, насколько я помню, он покончил с собой, когда Евгений свергли, то есть, он считал, что все, так сказать, дело его жизни, в принципе, в основном, язычество очень украинцы, но мы в игре, в принципе, язычество немножко устанавливаем, потому что, так сказать, опять же, христианские постройки строят просто и другие. Отлично, давайте, убегайте. Ну, убегайте уже, ну, господи. О, еще копейщики. Вы знаете, я в начале игры как-то воспринимал вот эти битвы, типа, как будто я совершил что-то, знаете, такое. Неплохо сыграл, сейчас просто, когда же побыстрее закончится, потому что совершенно исход битвы был понятен еще до ее начала, потому что, ну, войска в римляне, конечно, в обороне очень сильные, а вот у варваров все значительно хуже в этом плане. Хотя, опять же, варваров пытаются всячески бафать, дают всякие бонусы против римлян, я не знаю, это что-то поможет, перебор какой-то пошел. Даже превращать в игру в Goal of Warhammer не нужно. Goal of Warhammer, конечно, интересная вещь с точки зрения сеттинга, то, что они сделали, но с точки зрения геймплея. Знаете, я поиграл в Atilu, могу сравнить. Ну, у меня вот на канале есть прохождение за Орков старое, да? Вот, все-таки Atilu намного лучше, потому что здесь вроде бы хардкор, но с другой стороны здесь что-то можно сделать, насколько можно каким-то образом переломить ситуацию. А там нет ни стратегии, ничего, тактики даже иногда нет за некоторые практики. То есть за тех же Орков вся тактика заключается в том, что превзойти врага числом локали. Все. То есть у них только тяжелый приход нормальный. Причем, может быть, шаманы, до которых я не развился, но в целом, в целом стратегии, опять же, никакой быть не может на глобальной карте, потому что откуда вы знаете, когда у вас в ТУ из ничего появятся два стека вражеских на какой стратегии вообще не будет. Так, значит, ну, чего, потери 144, ну, не знаю, что там, тяжелая победа, не тяжелая победа, нормальная победа. Тут все определяется исключительно вашими потерями. Если у вас потерь мало, а у противника, так сказать, а вы победили, то все, даже не важно, если у вас там, допустим, тысячи человек, противника стоит, если у вас, допустим, ноль потерь, вам там могут героические победы засчитать спокойно. Так, а вот это намного хуже, здесь фулл стек, и ведет армию король альманов, так понимаю, новый, да, или это старый, я не помню, мы в прошлой серии убили вражеского короля, или не убили, я вот что-то не посмотрел. Ладно, пес с ним, на самом деле. Мы уже этих королей перебили столько, что уже их считать. Ладно, еще Аларих с Атаульфом, они еще как-то более-менее известны. Королей альманов, если честно, не знаю я, вообще. Хотя это был довольно крупный союз племен, не знаю, что его здесь сделали отдельным государством, то есть, например, сделали отдельно альманов, отдельно маркоманов. Маркоманы, по идее, в альманов входили, потому что альман это вообще именно племенной союз, это не отдельное имя, это означает все люди. То есть, ну, даже если аналогии с английским языком, допустим, там, допустим, аль, там, допустим, ол, да, все. Ну, ман, понятно. Ну, здесь, опять же, здесь, знаете, многие исторические вещи здесь принесены в жертву геймплея. Ну, надо сказать, иногда это правильно делается, потому что, лучше сделать так, чтобы это было играбельно, а то получится, опять же, какой-нибудь, ах, давайте, подбегайте, что ли. Конечно, башни очень, очень, очень сильно помогают, по полотряда осталось, блядь, фражеский конец, пока она до нас бегает. они хотят убить полководца, остановите их. Так, давайте, наверное, мы замедлим, конец они сливают от копеечков, но, к сожалению, слишком быстро подходят их остальные войска, и, что хуже всего, подходят пикинеры. Вы знаете, что пикинеры здесь немножко имбанутые, очень плохо. Вот, знаете, если бы они просто послали вперед пикинеров, вот как бы, например, атаковал я, я вот сейчас просто размышляю. Они, конечно, эту битву выиграют, там уже здесь слишком, слишком большой числый период. Вот, как бы атаковал я, чтобы понести поменьше потерь. Ну, я бы вперед послал все-таки каких-нибудь застрелов, хотя бы перестрелял бы этих эксплораторов, да? Вот. А потом бы просто послал бы вперед пикинеров во фронтальной атаке. Ну, можно было еще послать вперед какой-нибудь отряд мяса перед пикинерами, чтобы пилы мы отстреляли войска. И уже потом, соответственно, можно было бы отстрелить. Слать вперед пикин... Слушайте, а что пикинеры так с релистами не талины? Я тут их сижу нахваливаю, они тут взяли и следили с ним. Ну, молодцы, что? Ну, это правда, опять же, ну, вы видите, сколько этих ребят слишком много. не отобнимся. Прачников своих один отряд противника оставил абсолютно без присмотра, поэтому мы полностью их вырезаем. Сейчас туда вроде то ли идет, то ли не идет вражеская кавалерия. Давайте мы тогда принесемся поближе, попробуем прачников выбить побольше. опять же, вот видите, есть проблема в том, что они подвели генерала. В чем эта проблема? Генерала быстро я не убью, так сказать, он мораль же бафает. Вот, они бы, в принципе, если бы убегали, пусть даже и возвращаясь потом, скажем так, их локальное числое преимущество было бы намного меньше. вот, но, к сожалению, они не будут убегать с генералом. Так, вы меня преследуете или чего? Это я вражеской конец и говорю. Потому что они как-то думают. Так, тут уже копеечки вражеские подтянулись, да? Придется нам отходить, придется отходить, но давайте попробуем пока что уничтожить, поскольку здесь очень большая толпа, толпа большая, то есть и конец рядом, и копеечки, то есть опасные наши конец орудовойск, давайте мы лучше анагар уничтожим пока что. Сами здесь все скучковались. Да, кстати, вот очень интересно, если чушь пенёрцы следить, вот интересный вопрос. просто на Верри Харди пикинёров, даже пикинёров-бомжей вы, ну даже Легион у вас не сможет убить атакую в лоб, несмотря даже на пиво на свои. Не знаю. Но мы все равно достаточно уже неплохо убили вражеских войск. Так, уничтожим вражеский анагарин. вообще, конечно, есть место маленьких повстанических армий начинают появляться большие повстанические армии сразу. это правда общественный порядок сразу переводит в ноль, чего сейчас нету. всего лишь плюс 20 но это намного хуже. маленькой армии можно отбиваться гарнизонами, от большой я не как видите, фулл стек я уже сдержать не могу. Может быть имело смысл конечно копейщиков отвезти, потому что это наш ген. Ну пес его знать на самом гене. Пожар в поселении. Нет, ну понимаете поселение такое слово которое ну уж точно не знаю не употребляется в отношении своего города такое казенное слово. Когда так кто-то орет истошно пожар в поселении. Очень смешно. Сейчас нас возможно зажмут хотя я не понял что делает компьютер его конница вроде как убежала за мной но взяла и убежала куда-то может она меня провоцировала на то чтобы я строй сомкнул ну это вряд ли вряд ли искусственный интеллект настолько мудрый да все таки они меня догоняют я теряю конницу и на этом в общем можно заканчивать я уже от этой конницы не убежал бы попробуем вырезать хотя бы прачников ну опять же у противника слишком много конницы соответственно с литиной всю сразу не мог поэтому ну да поэтому какой позор как говорится героическое поражение ну не важно что героическое главное что поражение по крайней мере противник слил практически всю конницу все таки слил пикинеров да много чего не хотелось бы конечно чтобы сисцию сжигали вот это да это не хотелось бы ее не сожгли так что там делают парфяне которых мы все продолжаем преследовать в пустыне задание провально ну и это задание выполнять в принципе не собирался так селихона у нас убирают должности на вообще кстати интересно по поводу назначения на должность потому что вот чем чревато то что я одного и того же человека например буду несколько раз ставить на одну и ту же должность будет ли это плохо или нет потому что должности это не особенно много а для некоторых бонусы то есть например зачастую бонусы для военного князя они более полезны чем бонусы для главного воина а ладно кстати не хотят ко мне идти вот блин вот все все искусственный телек делает мне назло когда не надо было то есть когда мне так сказать мне было тяжело все ко мне перли как только так сказать я не против что баланы например решили допустим перебраться в грецию например морским путем я бы их там встретил своим флотом нет они не хотят собаки в общем можно кстати попробовать сейчас к примеру перекрыть дарданеллы потому что как я понимаю дарданеллы это да не хотят алиманс намереться по-прежнему ну опять упороты у них правителя но с ними отношения нейтральные несмотря на войну очень были хорошие до войны но они сами виноваты они решили что поддерживать хорошее отношение с языками для них важнее чем хорошее отношение с римом идиоты идиоты ну а что я могу сделать сами понимаете такой протекторат это хотя вот я опять же с чисто точки зрения с точки зрения ой в общем с точки зрения экономики нам конечно выгодно иметь их как протекторат потому что мы можем с ними торговать отстраивать производство драгоценных камней в самом их городе я честно говоря не хочу потому что ну смысл в этом не вижу это очень долго и это очень дорого потому что во первых смотрите я должен во первых перестроить город это стоит больших денег значит сделать там пищу санитарию да и то блин я не уверен там наверное не хватит у нас просто слотов для строительства в этом бурсе себе дурацкого там хотя с другой стороны это вроде столицы провинции там может быть и хватит но все равно все равно поддерживать там общественный порядок потом опять же если я правильно понимаю то если это столица провинции тогда мы там не можем строить не можем строить пищевые постройки а это означает что это означает то что у нас в любом случае там будет дефицит пищи а если там будет дефицит пищи то это к тому же еще и снизит нам доходы то есть получается что строить там ничего просто не выгодно нам реально вот не выгодно расширяться западной римской империи не знаю не знаю может быть если конечно лучше знать ресурсы что как куда и чего иметь много торговых партнеров тогда возможно причем дальних торговых партнеров ну как я буду иметь дальних торговых партнеров когда восток карта под сосанидами значит а северо-восток это кочевники я не знаю если честно то есть опять же римской империи вот западные расширяться вообще смысла нет никакого если честно слишком дорого стоит перестройки всяких этих вещей и обеспечения всем необходимым я со своими провинциями не могу справиться а мне еще предлагают что-то перестраивать тут кстати вот можно местное производство опять же снести которые я зря понастроил в начале компании они вообще не нужны поначалу их надо строить только если у вас уже развитые эти как это называется развитые производства ресурсов ну я уже об этом всем говорил что я буду повторяться так чего у нас с общественным порядком творится ну все по-прежнему плохо потому что и прибыль у нас упала ну в общем я это все прогнозировал потому что так сказать у нас упала плодородность соответственно и доход тоже упал нужно все перестраивать нафиг и в Лигурии нужно перестраивать и много где вообще даже вот очень полезные постройки как я понял которые у вас построены поначалу они построены так что они построены неправильно поэтому сносить надо реально все просто все все под корень даже несмотря на то что у вас там будут какие-то временные проблемы с общественным порядком или там санитарией или с чем-то еще лучше временные проблемы потом решить чем так сказать потом подстраиваться под неправильную застройку так что бы нам сделать лестницу кстати это весьма неплохо шанс обнаружения на карте компании типа приставил лестницу к дереву там не знаю залез на дерево посмотрел что ли что это обзор на карте компании о боже мой ну по-моему не секс ступерению которого искличенная нога по этим лестницам лазит лояльность у него низкая это меня тоже раздражает если честно ну ладно так ну соответственно что пойдем ли мы к аланам ну вот видите они рассредоточены а рядом уже саниды а рядом еще и мятежники византийские да ну что-то я думаю что я и не смогу их уничтожить понимаете я уже малайзии не спасу сирию палестину уже сожгли да ну в общем единственное где можно как-то удержать живую византийскую империю это в Египте как я понимаю и все больше нигде для этого неплохо бы разбить парфян но видите что у меня с парфянами продолжается игра в кошки-мышки догнать я их не могу понятно что во многом это связано с тем что у меня анагр в армии имеется но анагр я распускать тоже честно не хочу вот не знаю если честно по идее они странствуют в пустыне должны нести боевые потери и рано или поздно ослабнут очень сильно давайте засеиваемся наверное тут у меня в серии будут склейки вот в частности в связи с ходами потому что игра уже начала вылетать в тот момент собственно говоря еще не произошел такой железный завесон о котором в прошлой серии рассказывал в самом начале но уже проблемы начались так саниды действительно они в основном тоже все грабят то есть они действуют как вот во времена своих ранних нашествий потому что на самом деле с санидами все довольно интересно очень интересное государство я уж не знаю буду ли я за них играть потому что за них много прохождений вот но саниды тоже весьма интересное государство с весьма интересной религией и зороастризмом и которая довольно сильно от христианства отличается хотя вроде бы тоже по идее как бы монотеистическое много чего там было интересного и в частности вообще очень интересна история падения санидского Ирана то что насколько быстро произошло так сказать крушение государства на самом деле чем-то напоминало ну не знаю гитлеровскую Германию что ли по масштабам то есть в каком плане в том что от времени максимального расширения санидского Ирана до времени его полного падения и уничтожения прошло совсем немного так ну как видите у нас догоняем мы покоцану нашим гарнизону короля Алиманов и наверное проведем это все дело в автобою как вы видите совсем все плотно у противника выбираем наступательную тактику потому что у него много застрелов и мало крала ну и соответственно одерживаем решительную победу в принципе вполне себе потери похожи на те которые я бы получил и кстати заметьте у нас голод же у нас голод просто картинка с голодом у меня вырезалась так сказать которая была в начале хода так что нам надо что-то предпринимать ну почему голод это та же самая причина что время втором то есть то что со временем в компании становится очень сложно просчитывать все вот эти моменты с пищей пока у вас строение строится за 1-2 хода вы можете просчитать сколько у вас будет пищи сейчас я стал активно строить вот эти дворцы губернаторов и они же пищу жрут хотя вроде бы не так чтобы очень много но тем менее жрут и в итоге темпы строительства всяких ферм да плюс я еще некоторые фермы первого уровня посносил которые были там вот темп отстал ну вот мы получили голод ну в принципе это пока я думаю не так страшно нам сейчас надо некоторое количество построить ферм вот где-то их улучшить вообще конечно блин вот опять же получается такой замкнутый круг с этим ухудшением климата то есть я вынужден вместо того чтобы развивать например военные постройки я же их вообще не развиваю я вынужден то общественный порядок улучшать то фермы строить одно за собой другое тащит я уж не говорю про санитарию даже ну в принципе санитарию идет можно сказать в связке с общественным порядком благо фонтан чуть-чуть но его подымают я вот даже не могу вот мне кстати вот тут опять же в комментах советуют построить говорят укрепрайон вы знаете я бы с удовольствием построил бы укрепрайон я бы просто прокачал города причем ведь эти города которые маленькие то есть не столичные то есть которые без стен апгрейд их до второго уровня он на самом деле вполне себе нормален то есть они санитарию хотя бы не портят то есть там есть некоторое увеличение потребления пищи но общественный порядок там растет за счет того что я прокачиваю город плюс опять же появляются новые укрепления появляется дополнительный гарнизон это все прекрасно на это нужны бабки опять же потому что так сказать увеличение города означает то что сразу нужно перед этим прокачать всякие фермы всевозможные вот они еще как видите на высоких уровнях и не сразу прокачиваются то есть их надо долго строить в общем все это довольно сложно в принципе может быть я вообще неправильно делаю то есть может быть на начальных этапах имеет смысл строить какие-нибудь там зерновые поля или что-то такое а уже потом переходить так сказать на скот уже на поздних стадиях компании то есть перестраивать все это дело может быть так я просто не знаю что это надо просто все посчитать я честно вам скажу не считал видите пищедефицитных провинций у нас много появилось сразу же после вот этого ухудшения климата и после наших построек в Гдумской галлии вот только только сейчас начал общественный порядок повышаться только после того как я построил там дом губернатора и аудиторию без этого там это блин фиг при том что каких-то строений которые бы что-то там сильно снижали там нет но тем не менее развивать надо конечно золотые прииски об этом все пишут так сказать ну вот опять же я наверное этот момент несколько проморгал надо было с этим с начала игры заниматься так просто очень много проблемных провинций где очень не хочется допускать восстаний скажем так потому что опять же вот у меня по крайней мере один проблемный регион в виде Британии и Белгики там он появился то есть получается что необходимо держать легион и восстанавливать общественный порядок а я бы хотел этот легион перевести на континент на самом деле тогда бы у меня были более развязанные руки в отношении всяких алиманов может было бы и маркоманов приструнить на самом деле давно хотел бы я сделать так патруль ну здесь особенно нечего патрулировать а вот можно на самом деле можно да давайте встанем наверное в Дарданеллы по крайней мере из Малайзии к нам сосаниды по Дарданеллам не придут и ставим в режим патруля не знаю сможем ли мы там что-то с этого режима поймите сейчас не заметил но в любом случае вы знаете доходы от вот этого самого от борьбы с пиратством они какие-то мизионные если честно и правильно пишут в комментах что не окупает себе это занятие вообще кстати на мой взгляд зря могли бы сделать или пиратов по сурую или не знаю содержание кораблей поменьше в принципе здесь от патруля один плюс то что он сплоченность повышает так ага новый король Алиманов у нас теперь где-то в Хорватии в современной на юге Хорватии обретается ну у него армия сами видите она практически никакая бурсис мы сейчас должны взять ну и я я вот не знаю что нам делать все-таки с Салеманами делать ли их нам протекторатом или пытаться полностью вырезать видите у нас доход у нас был 5000 а сейчас стал 3600 конечно сыграло роль ухудшение климата но думаю не только оно так что мы можем сделать в политическом плане так с телефон уже свой отслужил протекста там можно поставить кстати о котором мы говорили в начале серии давайте губернаторов наших поставим на военных князей Хиларий Хиларий в любом случае вот эта вот должность она на самом деле как ни странно не всегда поднимает влияние она иногда его опускает то есть потому что чтобы ее занять нужно влияние довольно много потратить и пока все это дело окупится это знаете ли еще ждать надо долго то есть зачастую назначение на должности если делать их аккуратно то они могут служить в обе стороны мне кажется в общем ну это надо иметь опять же опыт игры которого у меня нет так так видите блин общественный порядок минус 9 это это из-за налетов вот это вот да 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 налеты минус 12 нам дают к общественному порядку кошмар здесь еще один легион застрял у нас в Макамадосе потому что так сказать вообще говоря если бы с общественным порядком там все было ок я бы его давно так сказать объем дополнительные наборы и соответственно повел бы против мавров потому что мавров нам надо тоже уничтожать а потом можно и гитулов заодно уничтожить ну или я не знаю сделать протектора там что ли потому что в принципе с ними торговля идет так гунны гунны на меня пока не нападают вообще тут как-то знаете у меня создалось впечатление что нападать или не нападать некоторые фракции они смотрят если ваши войска рядом с границей ну вот серьезно может быть конечно это так сказать искусственный интеллект это и не учитывает но может быть и учитывает в пёсу во риме что-то творят да и король алиманов убегает он просто уже понимает что что делать ему особенно нечего на территории римской империи ничего он тут ничего он тут не сможет найти кстати парфяник себя зажали они милу тут приткнулись и можно будет их ага так вот видите вот на данное значение на должность оно очень интересно действует то есть можно назначив этого вашего политического оппонента оказав ему политическое содействие вы снизите его влияние то есть мало того что оно снизится за счет это за счет занятия должности так еще и оно снизится за счет того что это за счет вот этого политсобытия борьбы за должность так ну я надеюсь отсюда то парфяне куда они на юг побегут или что они собираются делать через нил переправиться так я надеюсь тут то я их догоню уже потому что это невозможно на самом деле за ним гоняться реально какой-то неуловимый джо ну правда в данном случае я как раз все таки гоняюсь за ними с определенной целью так что шу-бурсис бурсис да это столица провинции я что-то туплю на самом деле мне почему-то казалось что столица этой провинции Тулефорт а Тулефорт все таки в другой так нынешний правитель это агрессивный дипломат ненавидит враждебные империи но надежный дипломат с другой стороны агрессивно ненавидит враждебные империи в принципе пес его знает можно попробовать мы сейчас не можем непосредственно непосредственно штурмовать город придется нам строить осадные орудия хотя если честно я вот этот момент не понял потому что если мы теперь умеем рубить хотя нет мы еще без патча не умеем мы умеем сжигать ворот ну да ладно короче говоря пусть они сидят в осаде так нам еще технологию надо сейчас будет технологию надо будет сейчас новую выбрать надо будет подумать потому что я посмотрел что там дальше и что-то все как-то вообще очень многие технологии в что время втором что здесь они вообще какие-то совершенно бесполезные просто совершенно бесполезные так в Белгике что у нас происходит что здесь можно построить здесь можно построить аудиториум это стоит 3000 монет честно говоря жалко можно построить ферму ферма снимет пищедефицит плюс 1 к общественному порядку даст пёсов знает на самом деле хотя конечно ферму то надо все-таки все равно строить пока что в более плодородных регионах в первую очередь так сказать в более северных пострадочным принципам точнее даже менее плодородных потому что здесь самый неплодородный регион то это вообще Сахара и всякие аравийские плитки вообще в аравии знаете там тоже весьма все это интересно я уж кстати не знаю надо будет посмотреть какая здесь плодородность например в Йемене потому что в Йемене то она хорошая должна быть а в самой пустыне там оазисы то есть вообще современная Саудовская Аравия это грубо говоря 4 группы оазисов в первую очередь в которых люди живут а в самой этой пустыне как-то не особенно по-прежнему не особенно любят селиться так за гональд и скота стоит у нас да и строится с 3 хода ну на самом деле на ферму цены более-менее умеренные это хорошо потому что грубо говоря за ферму 3 уровня вы платите примерно столько же сколько за этот особняк губернатора то есть за капитолий первого то есть за капитолий вы платите 2 то есть это первый уровень постройки а за ферму третьего по-моему 2 500 до сих пор до сих пор Это получается сплоченность плюс три, потому что за счет суммарного бонуса вот этой вот первой стадии. Так. Мне вот, кстати, интересно, вот в гражданских делах вот эта вот технология с крестом, которая платная, она заменяется, если религию сменить или нет? Потому что если она не заменяется, то вот если мы, например, будем менять религию на язычество, то это вообще довольно-таки грустно. Потому что мне нафиг это распространение христианства сейчас пока не нужно. Да еще и за деньги. Плюс мы не получим бонус от полного исследования, так сказать, стадии технологий, что уже весьма печально. Так, здесь мы, наверное, преследовать этих ребят мы будем, нет. Но их не видно, их не видно. Это плохо. Давайте зайдем в Дамавию, повысим здесь общественный порядок. Так, здесь у нас общественный порядок, он все равно упадет, да? То есть у нас в любом случае здесь неминуемое восстание. Да, вы знаете, я думаю, что это неплохой момент, чтобы серию завершить. Сейчас у нас уже нужно будет ход завершать. Вот как раз после этого хода у меня начались вылеты. Я попробую, соответственно, что-то сделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше, я надеюсь, получится продолжить прохождение уже напатченной версии. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok